Когда ждать культурной революции, стоит ли ее вообще ждать? Особенно это касается сельской местности, где основную нагрузку на себе несут клубы и дома культуры. Однако этот пласт сельской жизни долгое время оставался без серьезного внимания. Именно такие учреждения, как этот районный ДК в Баунте, стали последними центрами досуга для молодежи. Учитывая то, что очень хорошо финансируется сфера образования, здравоохранения, на культуру как-то не обращали внимания. Теперь хоть какие-то телодвижения начались. Основная проблема – это, конечно, устаревшее оборудование. Деньги мы хотели потратить на приобретение звукоусиливающей, светоусиливающей аппаратуры. В основном комплектующие, микшер, расходные и тому подобное. В жуткие 90-е годы реформаторы в Нистовом угаре революционными темпами стали переводить культуры на самофинансирование. Для села это могло обернуться катастрофой. Те жалкие крохи, которые поступали на содержание помещений и скудных районных бюджетов, изменить ситуацию в лучшую сторону не могли. А заработать достаточные суммы для развития ДК просто не в состоянии при всем своем желании. Конечно, очень долгое время дома культуры находились вне зоны внимания, федеральных денег. И в этом году заработала программа местной культуры, которая позволила многим домам культуры, в том числе и Баунтовскому дому культуры, приобрести новое оборудование. Я считаю, что это очень хорошая программа. Из федерального бюджета выделяется 423 тысячи, с республиканского 47 тысяч, и с местного бюджета 150 тысяч. На эту сумму районный дом культуры покупает оборудование. Учитывая, что программа рассчитана на 5 лет, возможность попасть в проект появится не только у районных ДК, но и у центров культуры поселений. Наталья Китаева, Алексей Жилин, телекомпания АТВ, Баунтовский район.